В эфире о земном и небесном. Здравствуйте! 19 сентября Православная Церковь отмечает воспоминания чудо архистратига Михаила, одного из высших ангелов, принимающих участие в судьбах Церкви. Что говорится о нем в Священном Писании, о каком чуде идет речь и происходят ли чудеса в наши дни, обсудим с преподавателем отделения теологии Пятигорского Госуниверситета священником Владимиром Зегнаном. Здравствуйте, отец Владимир! Здравствуйте, Маргарита! Здравствуйте, дорогие друзья! Отец Владимир, почему архистратига Михаила называют вождем воинства Господа? И какая небесная война описана в Новом Завете? Речь о так называемой небесной войне прежде всего касается апокрифических текстов. В Новом Завете есть смутные упоминания, например, в 12 главе книги «Апокалипсис» Иоанна Богослова и различные очень краткие замечания. Мы понимаем, о чем идет речь, но прямых каких-то ясных свидетельств из Священного Писания не получаем. Что же касается в апокрифике, в апокрифических произведениях, то этих произведений очень много. И ввиду того, что речь идет об апокрифических источниках, отношение к ним спорное, и мы не можем их воспринимать как действительно нужную, необходимую и четко выверенную информацию. Архистратигом архангела Михаила называют ввиду традиции. Архистратиг, то есть вождь небесных воинств, также о нем говорят. И действительно, исходя из предания церкви, которое укореняется в Священном Писании, мы видим, что действительно архистратиг Божий Михаил – это архангел, то есть один из высших ангельских чинов. К архистратигу Божьему Михаилу в среде верующих людей особое почитание, особое благоговение перед ним, потому что этот архангел Божий является и заступником всех верующих. И мы действительно выделяем его как одного из представителей божественного воинства, и более того, не просто представителя, а архистратига небесных сил, то есть военачальника божественной славы. Какое чудо архистратига Михаила вошло в историю и каждый год вспоминается 19 сентября? Ну вот сейчас мы будем отмечать праздник архистратига Божьего Михаила, воспоминание его чуда в Хонях. Это воспоминание события, которое произошло в Афрегии, это нынешняя Турция, это уникальное место, там огромное количество целебных источников, это такая античная здравница всего мира, действительно, туда приезжало очень много людей лечиться. И один из источников был посвящен архистратигу Божьему Михаилу. Одному из лаодикийских знатных горожан, еще в то время бывшему язычником, еще не окрещенному, согласно преданию, во сне явился архангел Божий Михаил и сказал, что его печаль и его скорбь, заключающиеся в том, что его дочь была нема, может быть поправима, если этой девочке предложить воду из этого источника. И действительно, по истечении некоторого времени, после того, как эту девушку напоили из источника, посвященного архистратигу Божию Михаилу, она смогла говорить. В Афрегии жили достаточно зажиточные люди, и, собственно, этот человек был весьма состоятельным, и он в благодарность за совершенное чудо построил храм, посвященный архангелу Божьему Михаилу. Как часто бывает, человеческая злоба рождается там, где должна была бы рождаться благодарность. Язычники, возревновавшие о том, что большое количество людей приходят в Церковь Христову, крестятся, они, возревновав, решили изменить русло реки и направили бурный поток прямиком на этот храм в надежде, что этим потоком храм будет уничтожен, и таким образом они как бы отомстят христианам. Панамарь Архип, который посвятил свою жизнь служению в этом храме, да, и заботой о храме, замолился архангелу Божьему Михаилу, и произошло действительно чудо, Господь услышал его молитву. Архистратик Божий Михаил явился и ударом посоха образовал вот такую расщелину, в которую река, вот этот бурный поток и ушел, собственно. И таким образом он защитил свой храм. Почему же это чудо мы вспоминаем, например, в русской церкви, ведь чудес много, а это связано с нашей историей Руси. Патриарх Алексий отправляется в Орду для того, чтобы исцелить от слепоты мать ордынского хана. Его призвали для этой миссии. Естественно, он очень переживает, но Господь услышал молитву праведника, и действительно происходит чудо. Это чудо выпадает как раз на этот день, на воспоминания чуда Архистратига Божьего Михаила в Хонях. И благодарный хан дает особый ярлык, позволяющий церкви чувствовать себя достаточно спокойно, ограничивающий власть местных представителей ханского двора. И церковь получает некую условную, но все-таки свободу в собственной церковной жизни. А благодарная ханша пожаловала Алексию в благодарность часть, небольшой участок земли в самом центре Москвы. Там находилась ее ханская конюшня. Конюшня была снесена, и на этом месте начинается строительство, строительство храма и далее монастыря, который сегодня мы знаем под таким названием, как «Чудов монастырь» в самом центре Москвы. Именно поэтому в русской церкви такое пристальное внимание именно этому чуду и оказывается. Отец Владимир, с точки зрения православия, что вообще принято считать чудом? Чудо – это слово, в которое каждый может вкладывать различные значения. Но чудо – это что-то сверхъестественное. Чудо – это что-то, выходящее за рамки обыденного. Поэтому отношение к чуду тоже не может быть у всех одинаковым. Ведь для каждого человека в окружающем его мире важным является что-то свое. Хотя, конечно, как правило, когда говорят о чуде, говорят о неком событии, который так или иначе нарушает законы природы. Ну а вот мироточение икон, появление в небе неких божественных образов, символов – есть ли какой-то комитет, который может точно определить, чудо ли это, или, возможно, имеет под собой какое-то физическое, оптическое объяснение? Вы знаете, в православной церкви, слава Богу, чудесам отводится не главное место, а именно то место, которое им действительно нужно. Действительно, есть при богословской комиссии, есть такой орган, он не то чтобы работает постоянно, это определенный круг лиц, как правило, это ученые, которые пытаются так или иначе объяснить с точки зрения науки те или иные события, которые принято называть чудесами. Но какой-то комиссии, которая бы расследовала чудеса и давала какой-то паспорт чуда условный, что вот действительно это событие является чудесным, «Слава Богу, слава Богу, такого в церкви нет». Ведь если мы всерьез отбросим элемент шоу, мы увидим, что самые важные чудеса, к сожалению, не привлекают совершенно ничего внимания. А то, что не имеет под собой никакого значения, вот это затмевает собой суть. Ведь самым большим для нас чудом является Евхаристия, которое совершается в каждом храме, каждый воскресный день. Но это не привлекает каких-то толп зевак, которые хотят на что-либо посмотреть. Почему? Потому что это сложно. А вот что-то экстраординарное, вспоминается прекрасное из классики, «Я странница из Пскова, пришла собачку говорящую посмотреть». Вот это действительно, это всем очень интересно, всем это очень важно и привлекает огромное внимание. Но дело в том, что в нашей жизни чудес, ну а иначе говоря, проявлений милости, благодати Божьей, их намного больше, чем представляется возможным. Например, деторождение. С научной точки зрения все ясно и понятно. Несмотря на то, что он описан, ясен и понятен, это не отменяет чудо. И действительно, никто не будет спорить с тем, что взять на руки новорожденного сына или новорожденную дочь, это настолько большая радость эмоциональная, и никто не будет спорить, что не было человека, а нынче есть. И никто не будет спорить с тем, что это чудо. Для кого-то болезнь ставила, еще вчера ставила, условно говоря, крест на его жизнь, и он уже готовился к смерти, или рассуждал о том, что, ну, как дальше будет, и не понимал этого. И обращался к Богу в молитвах уже с какой-то робкой надеждой только лишь. А человек, там какой-то, допустим, врач, который приложил огромное усердие, потратил очень много времени, очень много лет на то, чтобы обрести эти знания, для него это не чудо, для него это его постоянная, каждодневная работа, это его труд. Но еще вчера человек прощался с жизнью, а сегодня у него новый день рождения. Это ли не чудо? Действительно истинное чудо. И таких чудес очень много, но на них почему-то никто не желает обращать внимание. Всем подай плачущие, в кавычках, иконы, всем подай, значит, самовозжигающиеся лампады, облака, сходящие с небес, так сказать, под стопы людей, и прочие-прочие вещи, которые якобы должны были бы их утвердить в вере, каким-то образом ободрить. Ну, две тысячи лет христианской истории. Есть и такие чудеса. Есть чудеса, выходящие за рамки рационального, совершенные, необъяснимые. Есть чудеса, которые описаны. Но это не сделало людей более религиозными или более верующими, как следствие, более добрыми, искренними, положительными христианами. Отец Владимирович, все-таки интересно, вот такие явления, как литургический сон, синдром Лазаря, в православии, как их трактуют? Да никак. Вы знаете, чем отличается богословие от любой другой науки? Тем, что мы, изучая весть о Боге, открывшегося нам Бога, мы не можем подходить к нему с линейкой. Мы не изучаем его и проявление его в мире под таким углом. А если Господу угодно, то происходит нечто в мире. Если мы свое внимание будем уделять подобным вещам, они, к сожалению, затмят собою суть. В мире очень много необъяснимого. Необъяснимого пока, потому что еще мы не имеем определенного научного аппарата, или же необъяснимого вовсе, то есть того, что нельзя описать. Потому, если мы будем принимать во внимание все какие-то выходящие за рамки нашего сознания примеры, как какие-то чудеса или свидетельства, и их поднимать, что называется, на щит, на знамя, то то, что вчера было неизвестным науке, завтра будет прошлым веком в науке. И если мы будем подстраивать нашу веру под проявление в мире тех или иных чудес, так их назовем, или каких-то событий, получится, что мы пытаемся Бога вписать в эти рамки. Отец Владимир, я благодарю вас. Это была программа о земном и о небесном. До новых встреч в эфире. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин